ну волосики я решила связать креативные вот такой вот пряжи здесь разноцветные ниточки меланж от светлого до темная болотного цвета желтенькая прессу присутствует то есть как эффект милированных волос у меня получит должно получиться вот используя alize superlana classic 280 метров 100 граммах и также я все равно буду вязать крючком два с половиной так и итак мы начнем вязание с кольца амигуруми кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида дальше мы делаем 6 прибавок потом мы делаем 6 прибавок через один столбик 6 прибавок через два столбика следующий ряд 6 прибавок через три столбика и так далее а делаем это самостоятельно по размеру вашей головы куколки то есть вот такой вот размер дойдем и потом встретимся снова вяжем вот до сих пор чтобы нас круглая размер с нашей головы итак приступим кольцо амигуруми или как делаю я две воздушных петли 1 2 и в первую воздушную петлю я провязываю 6 столбиков без накида 1 столбик сюда же 2 столбик сюда же 3 4 5 6 у нас в ряду 6 столбиков следующий ряд мы провязываем 6 прибавок подряд каждый столбик предыдущего ряда каждую петельку предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика 1 столбик и сюда же 2 столбик следующий петельку 3 столбик и сюда же 4 следующую петельку 5 и сюда же 6 далее 7 и сюда же 8 следующий петельку 9 и и сюда же 10 и последнюю петельку 11 12 у нас в ряду 12 столбиков возьмем какой-нибудь маркер будем отделять ряд отряда следующий ряд мы делаем 6 прибавок через каждый один столбик то есть мы провязываем столбик следующий петельку прибавка столбик следующий петельку прибавка столбик следующую петельку прибавка и у нас в ряду должно получиться 18 столбиков вяжем самостоятельно нас по кругу 18 столбиков следующий ряд делаем прибавки через два столбика 1 столбик 2 столбик следующую петельку прибавка и так далее еще пять раз в ряду у нас с вами будет 24 столбика следующий ряд прибавки делаем через три столбика 1 столбик 2 столбик 3 и делаем прибавку и повторяем еще пять раз и в ряду у нас будет 30 столбиков провязали мы прибавку через три столбика теперь давайте я не буду отнимать ваше время вы поняли что у нас должно идти расширение за счет этих прибавок я скажу вам как нужно дальше вязать вот у меня записи значит мы сейчас провязали три столбика прибавка повторили 6 раз и у нас в ряду 30 столбиков следующий ряд 4 столбика прибавка повторим 6 раз и у нас будет 36 столбиков далее 5 столбиков прибавка повторим 6 раз будет 42 столбика следующий ряд 6 столбиков прибавка повторим 6 раз и у нас будет 48 столбиков следующий ряд 7 столбиков прибавка повторим 6 раз и у нас будет 54 столбика следующий ряд 8 столбиков прибавка повторим 6 раз и у нас в ряду будет 60 столбиков следующий ряд 9 столбиков прибавка повторим 6 раз и у нас будет 66 столбиков еще связи с тем что ниточка у нас здесь будет потоньше соответственно размер будет поменьше чем на голове у нас до ниточка толще давайте еще мы два ряда про вяжем то есть следующий ряд у нас будет 10 столбиков прибавка повторяем 6 раз и у нас будет 72 столбика и еще 11 столбиков прибавка повторим 6 раз и у нас будет 78 вот давайте пока дойдем вот до этого размера когда у нас будет по кругу 78 столбиков и тогда мы с вами встретимся провязали мы 11 столбиков прибавка повторили 6 раз 78 у нас по кругу постоянно мы вот так примеряем нашей голове голове куколки сделаем еще наверное ряд потому что я считаю что недостаточно даже может быть два ряда но давайте пока один ряд про вяжем значит мы провязываем 12 столбиков прибавка повторим 6 раз и у нас будет восемьдесят четыре петли по кругу провязываем примере голове теперь наверное достаточно будет следующий ряд мы провязываем 84 столбика по кругу но за заднюю полу петельку то есть провязываем 1 столбик за заднюю полу петельку 2 3 4 5 и так далее по кругу 84 столбика следующий ряд мы провяжем за обе петельки обычно просто без изменения 84 сначала мы провязываем за заднюю полу петельку следующий ряд мы провязываем за обе стенки петелек так провязали мы за заднюю стенку петельки потом мы провязали следующий ряд полностью за обе стенки следующий ряд мы провязываем за заднюю стенку петель следующий ряд мы провязываем за обе стенки петель и так далее делаем определенную длину которую нам необходимо вот сколько там надо примерно до каждый смотрит по своей куколке и делает такую длину необходимую для чего мы делаем за задние стенки петель вот эти передние стенки петель мы будем использовать для вязания прядок то есть чем больше будет рядов у нас вот с такими полу петельками тем больше будет у нас волосиков до прядок самостоятельно вяжем на нужную длину один ряд мы вяжем за задние полу петель и второй ряд мы вяжем за обе петли и так далее чередуем провязала я теперь у нас вот в конце я провязала три ряда без изменения без за обе стенки вот ну теперь мы будем вязать прядки количество воздушных петель произвольная то есть смотря какой длины вы хотите волосы чтобы были у куколки можно сделать покороче средние длинные волосики вот чем больше петелек воздушных наберете тем больше и длиннее у вас будут прядки ну и давайте самостоятельно набирать раз два три четыре пять и так далее самостоятельно набрала я 100 воздушных петелек не будет все по 100 100 воздушных петелек теперь во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида следующую петельку провязываем столбик без накида и так по всей цепочки мы провязываем столбики без накида провязываем до конца цепочки дальше я покажу как мы будем вязать провязывать вторую прядку довязали мы прядку до конца теперь мы делаем среди соединительный столбик вот так вот вводим крючок между петельками вот так за заднюю стенку подхватываем и провязываем столбик следующий провязываем просто столбик следующий мы провязываем столбик и делаем воздушные петли 100 воздушных петель и так далее по кругу вот таким образом у нас будут вывязываться петельки то есть у нас будет 1 1 столбик 1 столбик закрепляющий один столбик между прядками и так далее связала я паричок я заменила на другую ниточку не стала я вязать зеленым цветом вот мне захотелось светлым волосы сделать в общем принцип вязание тот же самый что я показывала в начале мастер-класса по вязанию паричка здесь вот мы по кругу провязываем по 130 столбиков без накида в обратном направлении набираем 130 воздушных петель и возвращаемся столбиками без накида прикрепляем прядку сделаем 100 столбик без накида следующий столбик без накида и снова 130 воздушных петель возвращаемся обратно столбиками без накида таким образом мы делаем по краю по всему краю нашего паричка когда мы доходим до середины где у нас будет лицо я делаю короткие прядочки здесь у меня по 15 столбиков то есть 15 воздушных петелек возвращаемся столбиками без накида также прикрепляем как и длинные прядки и таким вот образом провязала несколько прядок челки далее когда у нас закончился круг где мы вязали волосики у меня еще столбики то есть за передней петельки прикрепляю ниточку и начинаю набирать здесь у меня уже 70 воздушных петель вот и возвращаюсь обратно прикрепляю также опять набираю 70 воздушных петель и так по кругу здесь я делаю по кругу это спереди задняя часть набирала по 100 воздушных петель по длиннее вот сейчас нужно примерить паричок нашей куколки и наметить где нам его пришить и нужно будет пришить голове пришивать будем самостоятельно захватывая петельку на голове петельку на паричке и вот таким образом прошиваем чтобы наших швов не было видно также как мы пришивали голову например вот примеряем паричок у меня получились очень длинные волосы но мы будем делать потом прическу и вот так вот пришиваем вот что касаемо чулки здесь можно оставить так на ваше усмотрение можно пришить каждую прядку вот так вот пришивается на нее накладывается другая прядка следом то есть сформировать вот такую вот челку вот таким вот образом то есть можно сделать и так то есть на ваше усмотрение хотите о свободном оставляйте хотите так вот и так пришиваем сейчас паричок прическу будем делать позже а после того как вы пришьете паричок мы будем вязать платье